всем привет ну вот мы и дома мы приехали с отпуска нас не было две недели все эти две недели была жара и вообще не было дождя мы очень переживали за нашу дачу мы так и не смогли никого найти кто бы смог за ней присматривать потому что уже буквально в последний день сосед сказал нам что он все-таки не сможет позаботиться о нашем участке и срочно где-то быстро кого-то найти мы не смогли да и особо не стали не было уже на это совсем времени поэтому мы уехали оставили все как есть теперь мы вернулись сразу пришли сюда и давайте посмотрим как выглядит наш участок что высохла что не высохла что выросла а что погибло и так на первый взгляд все выглядит неплохо зеленый газон почти везде местами высохший мы не ожидали что газон будет зеленый потому что пока мы шли по дачному сообществу на наш участок очень много сухой травы особенно на общих территориях у нас трава посохла немножко вот здесь с этой стороны и там где она новая молодая свежая в остальном газон отлично выглядит тыква разрослась но по листам видно что ей воды тоже маловато мы не будем сейчас подрезать до полоть или что-то такое делать уже вечер уже поздно мы соберем урожай польем и может завтра может на следующей неделе уже все будем приводить действительно в порядок помидорки им жарко они под зачахли но выросли смотрите как сильно может даже что-то и получится еще один кустик это из новых которые я сажала в июле тоже смотрите какой большой надо будет его обязательно подрезать помидоров на нем я пока не вижу но цвести он пытался те кустики тоже разрослись но упали здесь помидоров много как и ожидалось сейчас это все будем собирать и я наверное буду делать из них томатный сок мы еще ничего не делали как я сказала так огурцы огурцы тут прям совсем конечно что-то с чем-то это уже на семена но смысл в том что семена я не собиралась оставлять поэтому они пойдут у нас скорее всего на компост жалко потому что с этого кустика мы очень мало до огурчиков успели съесть они уже отходят маленькие уже не растут листики уже все сухие ну и понятно что от жары от засухи не очень они себя чувствуют здесь у нас похожая картина огурцов много-много ах все бы мы это съели вот этот еще кстати можно съесть может быть еще вот этот он такой зелененький еще не пожелтел здесь громадины тоже на семена вот здесь еще что-то более менее приличное смотрите как много огурцов все таки хороший кустик попался тут у нас тоже огурчики огурчики огромные ладно домой заберем посмотрим что там с ними лучок большой будем тоже его потом вытаскивать петрушечка смотрите даже ничего так себя чувствует укропчик базилик я мельком обратила внимание да вон там ведерки он совсем у нас высох лимону нравится солнышко он подрос но цвет листьев тоже говорит о том что влаги было мало это же можно сказать по вот этому участку сухому газона и по гортензии которая без воды взгрустнула маленько так папоротник уже отцветает там у нас кустик сильно подрос это мы тоже все будем убирать а здесь газон выглядит просто шикарно прям потрясающе поэтому мы подозреваем что сосед все-таки поливал немножко через забор наш участок видимо ему стало жалко немного наше растение и по томата мне тоже кажется что он их поливал потому что вот те которые дальние да они больше подзавяли чем вот эти ближние но мы обязательно его спросим и если он поливал то обязательно вот уже поблагодарим а давайте вернемся еще к мирабелли и кежевики мирабелла у нас уже опадает там в траве тоже можно заметить желтые сливинки и на дереве их тоже наверняка где-то можно найти среди зелени уже желтенькие видно неплохо но их мало я говорила да что в этом году их немного у нас но но есть есть это тоже хорошо так что мы их тоже соберем в общем немножко сливок у нас в этом году будет что нельзя сказать ежевики смотрите у нас уже закат красивый что нельзя ежевики ежевики много ежевика классная черная но там черная где было много солнца да вот тут верху особенно вот здесь она уже пожухла здесь солнце было чересчур много подсохли тоже ягодки будем сейчас собирать возможно не все ягоды мы соберем именно сейчас потому что сильно много времени конечно до ночи сидеть тоже не особо хочется главное полить 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 это самая обязательная наша задача на сегодня смотрите как абрикос вырос зимой обязательно все деревья будем подрезать потому что после ухода они прям отлично себя чувствуют мы не должны позаботиться а здесь уже смотрите прям совсем такая осень уныло опали листики сирени и она уже вся такая жухлая на самом деле очень не хочется мне наступление осени я не насладилась вдоволь летом но на наша замечательная пересохла вся под ноль и соседи вон там собственно я так думаю что это все-таки был по большей части именно наш сосед просто тяпкой разрыхлили всю землю чтобы убрать траву без проблем без заморочек это отличная идея но обязательно и воспользуемся и сделаем то же самое у нас это супер классно просто и быстро а у соседей кукурузка выросла смотрите тоже красивенькая и у них еще тыква с этой стороны что тоже удобно они редко поливают потому что у ноны более влажно солнышко садится уже очень быстро уже становится темно и я боюсь что не получится записать вам показать что же мы все-таки собрали здесь у нас помидорки сумерка качестве видео будет чуть похуже вес я подпишу это все мы собрали помидоры все классные ни одной плохой нет нет ни одной помидоринки съедены слизняками это отдельный плюс и бонус потому что всегда нижние помидоры у нас жрут слизни а сейчас видимо из-за жары они не приближались даже к нашему участку к нашему огороду и это особенно классно нашла вот такой интересный помидорчик его что-то тут выросло нет все в общем сумерки до камера не хочет достойно снимать ладно видите я думаю пупырку такой помидорчик у нас интересный забавный вырос и огурчики вот эти все мы планируем забрать домой тоже вес подпишу дома взвесим попробуем может быть в связи с тем что они все-таки домашние вот этот будет тоже вкусный и вот эти толстячки ну если нет так нет помидор муж один съел сказал очень вкусные а вот эти огурчики мы оставим здесь опять же когда увидимся с соседом предложим ему потому что курицы я думаю с удовольствием ими тоже полакомиться теперь пока еще совсем не стемнело и пока нас до конца не съели комары мы быстренько польем и пойдем домой ягоды собрать мы по итогу сегодня тоже не успеем может быть немножко посрываю чтобы детям было на завтрак в остальном придем все поработаем покажу вам обязательно до и после а сейчас мы дачу проведали это самое главное плюс еще собрали хороший урожай спасибо вам за просмотр я желаю всего хорошего пока пока